Молодая пара Артем и Наталья. В браке уже 4 года. Оба трудятся в одном медицинском центре. На работу идут, держась за руки. Так они выражают и любовь друг к другу, и поддержку перед нелегкими дежурными сменами. Артем работает в отделении, где тяжело находиться даже видавшим виды в медицине журналистам. От стонов детей в реанимации становится жутко и, кажется, голова совсем не соображает. А молодой анестезиолог, спасая юных пациентов, вот уже 5 лет проводит здесь большую часть жизни. Видит и страдания, и смерти. Благо, всегда есть поддержка. Любимая супруга тоже медик, поэтому понимает все без лишних слов. С учетом довольно стрессовой профессии, иметь дома понимающего, любящего человека, хотеть возвращаться домой. Для меня это важно. Правда, обсуждать рабочие моменты дома стараются по минимуму. Куда важнее, говорит Наталья, постараться отвлечься, отдохнуть, чтобы снова быть полезными для пациентов. Где молоточек у нас? Не волнуйся. Наталья убеждена, для супругов, которые имеют стрессовую профессию, лучше трудиться в одной сфере. Когда женщина дежурит и не бывает дома сутками или задерживается на работе с утра до вечера, то, ну, мне кажется, мужчина не врач, и особенно не врач, который не работает таким же образом, он ее не поймет. Но независимо от сферы деятельности, говорят медики, главное в отношениях – любовь и взаимное уважение. Супруги надеются, что профессия в определенной степени закалила их характер, и любые сложности они преодолеют вместе. До гроба. Ну, в смысле, на всю жизнь. То есть настрой такой? Да. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.